Сегодня в Эжвинском районе с самого утра вновь началась масштабная поисковая операция. Напомним, два дня назад в районе местного пляжа пропала 8-летняя девочка Ксюша Витошева. На поиски девочки вышли полицейские, спасатели, а также добровольцы всего около 150 человек. Каждому вручили ориентировку с приметами пропавшей. Рост 130-140 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, длиной до плеч. Была одета в розовую куртку, светлый джемпер, голубые джинсы с рисунком и стразами, синие кроссовки. Татьяна Выборова выезжала на место поисков. Ранний сбор возле Эжвинской полиции. Здесь представители правоохранительных органов, спасатели и волонтеры. Задача у всех одна – тщательно прочесать территорию возле местного пляжа. Именно там пропавшую девочку видели в последний раз. По крайней мере так утверждает мальчик, гулявший с Ксюшей. Первоначально он рассказал, что на его подругу напал неизвестный. Так что криминальную версию все же не исключают. Обращаю внимание на следы крови. Если заход в так называемый болот или к озеру, обратите внимание, если там высокая трава и она с крошняком, можно подойти поближе, кто в сапогах, осмотреть. Если видите, что пробита тропинка, понимаете, о чем я говорю, то, соответственно, нужно зайти и проверить тропинку, докуда она доводит. Мальчику, который гулял в тот роковой день с Ксюшей, тоже 8 лет. Он выдвинул уже несколько версий случившегося. То ли ребенок сильно напуган, то ли ему есть что скрывать. Мальчик, сейчас с ним работает психолог. Версии разные, потому что возраст такой, соответственно. Ну, ни одной версии исключать нельзя, поэтому отрабатываем все. Участники поисковой операции прочесывают лес длинной цепочкой. Расстояние между ними минимальное. Руслан Искандаров приехал сюда волонтером. Говорит, просто не мог остаться в стороне от этой трагедии. Территория очень сложная. Сложная она чем? Болотистая местность. Очень резкие перепады местности. То есть травка, кустарник, кочки и сразу болото. Болото где-то по колено, то есть пока я уже туда не лез. В сапогах, если в броднях, в специальном костюме, то очень тяжело ходить, потому что вокруг болота очень плотный кустарник, не пройти. Поэтому приходится одеваться полегче, в кроссовках, ножки мокрые. Ну ничего, домой приедем, высохнем. Любовь Поварова этот район знает как свои пять пальцев. Каждый день на протяжении 20 лет она гуляет здесь с собакой. Пришла и сегодня, только теперь заглядывает под каждый куст. По словам женщины, место здесь не самое спокойное и для прогулок детей уж точно не подходит. Народу много, лес и очень много, как сказать, ну ходит мужчин, которые, я бы сказала, за 20 лет я нагляделась с ненормальной психикой. Все, и не надо просто сюда отпускать детей. А дети иногда сюда возвращаются, я говорю, идите домой сейчас же. Мама разрешила, вот и все. В это же время сотрудники МЧС на лодках метр за метром прощупывают дно небольшого озера. Версия о том, что девочка могла утонуть, на сегодня является одной из основных. Так что силовики прочесывают все ближайшие водоемы. С утра по Вычи, где курсирует катер. Сегодня же к работе приступят водолазы, которым предстоит прочесать дно реки. Первая фаза поисковой операции не дала никаких результатов. Сегодня нам удалось пообщаться со старшей сестрой Ксюши. Маргарита утверждает, девочка никогда не уходила со двора, всегда гуляла около дома. Теперь в семье каждую минуту ждут новостей. У нас четверо, она у нас была самая младшая. Мы ее все очень берегли, очень любили. И самое ужасное, это то, что бездействие, что мы ничего не можем сделать. И еще неизвестно, жива она, не жива, может страдает где-то. Я просто очень хотела бы, что вот если там был какой-то мужчина, как-то обратиться к нему, чтобы пусть он хотя бы, если он что-то и совершил, пусть хотя бы она не как-то сообщит, где она. Ну, может, не знаю, нет, это вообще кошмар. Очень хочется побестрее ее найти. Пока в этой истории больше вопросов, чем ответов. Никто точно не может указать ни место, где пропала Ксюша, ни обстоятельства ее исчезновения. Между тем, с момента происшествия прошло уже два дня. И надежды увидеть Ксюшу живой и невредимой тают. Татьяна Выборова, Константин Стратиенко, телеканал Юрган, Эжвинский район Цыктывкара.